А вы знаете, где находится иммунитет? Возможно, вы подумаете, что это какой-то орган или место в теле. Может иммунитет – это кровь? Нет. На самом деле нам неизвестно, где заканчивается иммунитет. Но известно, где и начинается. Это самый большой орган в вашем теле – кожа. У вас примерно 10 кг кожи. В среднем это 2 квадратных метра, как ковер на полу. Кожа защищает нас от инфекций. Это первый слой иммунитета – барьер. Кожа устроена очень хитро. Верхний слой кожи – это стена из мертвых клеток. Но некоторые микробы ухитряются пробраться внутрь. Внутри их ждет еще одна стена – глубокий слой кожи. И вот там клетки настолько плотно прилегают, что между ними не протиснутся. Но изобретательность нашей кожи здесь не заканчивается. Клетки регенерируют изнутри наружу, буквально выталкивая заразу туда, откуда она пришла. Но в коже есть проблема – она не идеальна. Мы не можем быть покрыты кожей на 100%. Мы трогаем лицо 23 раза в час. Этого достаточно, чтобы к концу дня вокруг собрались вредители и рано или поздно произойдет проникновение. К счастью, глаза, легкие и желудок не ворота прямиком в кровь. Их застилает слизистая оболочка, площадь которой в 200 раз больше площади кожи. Это целая баскетбольная площадка слизи. Микробы ввязнут в ней и не могут двигаться дальше. Вдобавок к этому, в легких и кишечнике есть реснички, которые вымывают эту дрянь со своей поверхности, не давая закрепиться и начать размножаться. Отхаркивание и сопли, кстати, это самый яркий пример слизи. Ну а желудок – это вообще бочка с соляной кислотой, которая разъедает большинство бактерий. Большинство. Но не всех. Хеликобактер пилори чувствует себя здесь замечательно. Если микробы прорываются через внешние барьеры, они начинают бешено плодиться. Их число удваивается каждые несколько минут. Что это значит? Враг пробрался за стену. Что будет делать иммунитет? Вызывать бойцов. И здесь мы подходим к следующему уровню защиты – врожденный иммунитет. Ну а про это в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok